Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю очень вкусные ребрышки. Ребрышки будут в медово-горчичном соусе. Это очень простой рецепт. Я его сейчас приготовлю. Для маринада я использую черный перец, зерна кориандра и ягоды можжевельника. Также натуральный мед. Я его немного разогрел, чтобы он был жидким. Горчица. Горчица острая, классическая. Пробуйте, чтобы горчица была самая вкусная. Соль и лимонный сок. Начнем готовить маринад. Я высыпаю в ступку все пряности. Соль я беру чуть меньше, чем один процент, потому что ребрышки будут на косточке, соответственно соли нужно взять немножко меньше. И все это растираю. Я приготовил пряную смесь соли и пряностей. Высыпал ребрышки на стол и посыпаю этой смесью ребрышки. Ребрышки у меня замечательные. На них есть немного жирка, мясо и маленькая косточка. Поэтому, когда они будут запекаться в духовке, они будут прекрасные. Жирок карамелизируется, немножко потопится и подсушится. А мясо будет сочное и хрустящее. Аромат стоит сказочный. У меня уже слюнки текут. Вот так хорошенечко массируем мяско. Прекрасно. Теперь готовим соус. Я беру горчицу. Обычная острая горчица, без всяких добавок. Она должна быть вкусная. Такая, которая вам очень нравится. Да, прекрасно. Свеженькая. Немного меда. Мед придаст баланс вкуса, остроте и сладости. Вот так. Для того, чтобы вкусы были сбалансированы, я выдавливаю сюда еще сок лимона или лайма. Итого, у нас в соусе присутствует острота или горечь. Это горчица, сладость, мед, кислота. Это сок лимона или лайма. Четвертый вкус, соленость. У нас есть уже пряносмеси. Я перемешиваю смесь горчицы, меда и сока. Мед нужно растопить, если он у вас был густой. Для того, чтобы смесь прекрасно наносилась на вёдрочки. Упробуем. Хочется достаточно. Вода с лишним влага, нужно добавить много лимона. Я добавляю еще немного сока лимона. Самое важное в этом рецепте, это правильно приготовленный соус. Так же, как и в любом другом. Всегда нужно все пробовать. Перемешиваем. Пробуем. Отлично. Я перекладываю ребрышки, которые мы посолили в кастрюлю. Выливаю на них приготовленный соус и хорошенечко перемешиваю. Сейчас, пока ребрышки будут немножко отдыхать, я разогрею духовку до температуры 210 градусов. На это уйдет хотя бы минут 15-20. Потому что ребрышек у нас 1,3 кг. Если мы сразу положим их в духовку, которая была прогрета не очень хорошо, то температура упадет и они будут не так хорошенечко карамелизироваться. Вот аромат божественный. Я хорошенько их перемешал. И за то время, пока духовка будет разогреваться, они немного пропитаются ароматом нашего соуса. Духовка греется уже 30 минут. За это время мясо прекрасно обогатилась вкусом соуса. Я разогрел тяжелую чугунную сковороду до очень высокой температуры. И теперь я выкладываю ребрышки жиром вниз, если это возможно. Она почему-то не штыр, но ничего страшного. Она очень горячая, все равно. Пока мы готовились к съемке, возможно, сковорода немного остыла. Поэтому я сейчас еще раз поставлю на пару секунд на огонь, для того чтобы мы не посадили температуру в духовке. Бараньи ребрышки с медом и горчицей уже готовы. Они провели в духовке минут 30-40. Я точно не засекал. Начинаем пробовать. У меня есть пшеничный дистиллят крепости 50%. Он очень вкусный и ароматный. Это прекрасный напиток для того, чтобы подчеркнуть вкус бараньих ребрышек. Красота! Посмотрите, я ребрышки один раз перевернул, поэтому они с двух сторон прекрасно зажарились и карамелизировались. Вот здесь у меня прекрасный соус Шри Рача с очень большим количеством супер острого перца. Аромат. Аромат хорошего жареного мяса. Настоящий благородный аромат. Такого аромата вы не найдете у курицы, особенно магазинной, потому что в той курице абсолютно нет ничего даже съестного. Супер. Жирок. Пробуем. Баранья ребрышка упругая, но жирочек очень сладенький, вкусный. У бараньих ребрышек достаточно выраженная текстура. Я всегда готовил ребрышки в казане с луком путем медленного и длительного приготовления. Поэтому они были очень мягозненькие, нежные и просто рассыпались в руках. Но сегодня я хотел приготовить такие ребрышки, чтобы они были упругие и именно зажаристые. Поэтому, так как ребро, особенно со взрослого барана, имеет особые свойства и оно достаточно жестковатое. Поэтому, конечно, мясо не такое, что оно может просто таять во рту. Но в этом и есть именно прелесть этого рецепта, потому что я хотел, чтобы они были упругие и текстурированные. Сейчас я попробую свой шрирача. Какой богатый аромат. Класс. У меня пальчики в жире. Как это вкусно. Нужно повторить. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, готовьте по моему рецепту. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь внизу. Пишите комментарии, что вы думаете обо мне и моих рецептах. Мне очень приятно. Я всегда с удовольствием читаю все ваши комментарии. И помните, кухня это самое спокойное место. Всем приятного аппетита. У меня уже в плена не помещается. Пшеничный дистиллят это бомба. А ребрышки это супер. Пока. Звучит feedback. Пшеничный дистиллят.